Интерфейс программы Редактор CorelDRAW X5 имеет дружественный, интуитивно понятный интерфейс. Окно приложения имеет стандартные панели, как и во многих приложениях Windows. Рассмотрим интерфейс приложения более подробно. В самом верху расположена строка-заголовка. На ней отображается название программы CorelDRAW и расположение открытого в данный момент документа. В правой части панели заголовка расположены стандартные кнопки управления окном «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть». Чуть ниже располагается строка «Меню». Она представляет собой набор раскрывающихся меню. На панели предусмотрены 12 вкладок, каждая из которых состоит из набора связанных команд. В правой части панели «Меню» также расположены стандартные кнопки управления окном «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть». Они используются для управления рабочей областью, на которой отображается открытый документ. Еще ниже расположена стандартная панель инструментов. Она содержит клавиши быстрого вызова основных меню и команд, таких как «Открытие», «Сохранение» и «Печать документов». Дополнительные панели инструментов содержат клавиши быстрого доступа для специальных задач. В самом центре окна приложения расположено окно документа, которое еще называют рабочей областью. Рабочая область ограничена полосами прокрутки и другими элементами управления. Она включает страницу документа и окружающую область. С помощью полос прокрутки вы можете перемещать страницу документа по рабочей области. Вокруг рабочей области расположены горизонтальная и вертикальная линейки. Они позволяют определить размер и расположение объектов в документе. Слева расположен набор инструментов. Данный набор еще называют панелью инструментов. Панель содержит набор инструментов для создания, заливки и изменения объектов в документе. Инструменты представлены в виде иконок. Работу с данной панелью мы рассмотрим в отдельном уроке. Справа расположена панель свойств. Здесь располагаются различные панели, отображение которых можно включить с помощью вкладки «Окно» на панели меню. В данном случае активна панель «Советы». Она служит в качестве информационной панели, на которой вы сможете получить информацию о работе в программе, текущем инструменте и о многом другом. Данную панель легко можно переключить на панель «Диспетчер объектов». Здесь будут отображаться слои открытого документа, а также другие элементы. Данную панель мы также рассмотрим в отдельном уроке. Еще правее расположена так называемая цветовая палитра. Она служит для определения цвета. С помощью нее вы можете воспользоваться различными инструментами по работе с цветом, например, пипеткой. Также эта панель содержит образцы цвета. Внизу расположен навигатор документов. Он представляет собой набор вкладок, который позволяет добавлять страницы в документ и перемещаться между страницами в документе. В самом низу расположена строка «Состояние». Она содержит сведения о свойствах объекта, таких как тип, размер, цвет и заливка. Здесь также отображаются состояние цветопробы, цветовые профили и другие сведения о цветах документа. Таким образом, интерфейс программы содержит все основные панели, необходимые для работы с векторными изображениями. В следующих уроках мы рассмотрим некоторые из панелей более подробно.